Уважаемые коллеги, мы с вами прослушали видеоконференцию, поучаствовали в ней. Сейчас мы продолжаем свою работу. Слово предоставляется сопредседателю регионального отделения ОНОФ Танзыкову Евгению Витальевичу. Уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней конференции это в том числе и лес. Я бы хотел остановиться на следующем моменте, что лес для республики Алтай это не просто понятие, это в принципе исконная среда обитания всего населения. Для того, чтобы понимать, общая площадь республики Алтай это чуть больше 9 миллионов гектар, а покрытое лесом это 6 миллионов гектар. Поэтому очень это важная тема для нас и то, что у нас происходит, вот именно в этой отрасли должно нас заботить. Поступают обращения граждан, которые непосредственно заняты в отрасли лесок заготовления, с такими жалобами на неудовлетворение работы именно органов госвласти на местах. Большие нарекания именно к лесничеству. Нарекания в следующего порядка, то что у нас считается недостаточно предоставляются участки в аренду для разного вида лесопользования. Это ставит препоны именно для законной заготовки и работы. Есть факты, что даже предоставлены вроде бы участки в долгосрочную аренду, но вот крупнейшим арендаторам условия более лояльны, нежели, так скажем, к неугодным. То есть есть много случаев, когда предприниматели под тем или иным видом заставляют расторгать договора аренды. Потому что сегодня было правильно сказано, что договоры аренды, они в принципе должны нести еще и обременительный характер, то есть там должны проводиться лесовосстановительные работы. Большая проблема все-таки для республики Алтай, это может быть и связано с недостатком средств, но все-таки лесоустройство у нас, я считаю, находится на низком уровне. Также была проблема обозначена, это так называемые социальные выписки леса, это дрова. У нас это еще проблема накладывается, это то, что у нас идет социальная выписка деловой древесины для определенных категорий граждан. И мы здесь зачастую имеем место то, что под видом так называемых распоряжений на предоставление леса на корню, это вот 100 кубовики, кто как бы знает в теме, тот меня поймет, идет, ну грубо говоря, ваучеризация вот этой сферы. То есть даются эти бумажки населению, население обращается к тем же уже, ну может быть это не черным, а к серым лесорубам. Те по этим документам через знакомых в лесничестве выписывают себе деляну, но в конце концов тот гражданин, который предоставляет распоряжение, лес он этот не видит, он его в скрытой форме просто продает. Потому что правильно здесь было сказано, что не каждый имеет возможность, во-первых, соответствующую технику, соответствующее познание, чтобы заготовить этот лес на корню, потом его раскрежевать, приливать и вывести к себе на место стройки. Кто занимается вот именно, может быть, целевым контролем за вот этим лесом, то что в принципе это имеет целевое назначение. То есть гражданину он дается на определенные нужды, либо на строительство нового дома, либо на капитальный ремонт. Использовал он их, и этот лес, естественно, льготный. Об этом никто так вот вопросы не ставит. А этим самым мы подпитываем вот именно рынок теневой лесозаготовки. Сейчас вот у нас в республике, я думаю, мало кто скажет, сколько все-таки у нас заготавливается леса. Вообще. То есть сколько перерабатывается леса, сколько вывозится леса. Для меня вот сегодня было откровение. Это такое понятие, как, я даже записал, пункты приема и отгрузки. Оказывается, должны быть такие пункты, где вот только через них прием и отгрузка круглого леса. Вот, ну, занимаются мои, как бы, знакомые в предпринимательской среде. Я вот такого даже, как бы, и не слышал. Остро очень стоит у нас вопрос, потому что надо учитывать еще специфику республики Алтай. Это то, что у нас есть районы, которые отнесены к местам компактного проживания коренных молодчисленных народов. Недавний наш выезд был вот именно в такое место компактного проживания. Это село Новотроицк, где были проблемы с лесозаготовками на сакральном месте урочище Урчин. И по закону получается, что все вроде бы соблюдено и долгосрочная аренда, но в то же время никто мнение местных коренных общин, проживающих в данном месте, не спрашивал. То есть, получается, на территории Российской Федерации в других субъектах работают именно региональные законы о местах традиционного природопользования, которые относятся ведь не только к тем народностям, которые относятся к коренным молодчисленным, но и ко всем жителям, которые проживают на данной территории. То есть, он носит, так скажем, положительный характер. У нас в республике Алтай такого закона нет. Это вот к выступлению Марии Фоминичны, что все-таки здесь представительная власть наша не дорабатывает. Было несколько попыток принять такое законодательство, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Очень хорошо, что у нас присутствует на нашем совещании представители прокуратуры, потому что хочется тоже, я думаю, мы соответствующее обращение направим от центра. Это по ущемлению или возможному ущемлению именно конституционных прав граждан на лесопользование. Я сейчас говорю о дикоросах, о легких сырье. Раньше были квоты. То есть, для внутреннего своего потребления каждый гражданин мог заготовить в лесу определенное количество шишек, грибов и прочих вещей. Сейчас, в последнее время, я что-то о таких квотах не слышал. С этим наслаивается другая проблема. То, что в лес сейчас идут кому не попыря. То есть, идут просто зарабатывать. Это касается особенно заготовки ореха, заготовки черенши, колбы. Люди идут неподготовленные, для которых эти сферы носят просто коммерческий характер. Поэтому варварски идет уничтожение наших кедрача. Когда, естественно, человек там не живет, он пришел, раз заготовил, доходит до того, что из-за мешка шишек кедр могут срубить, ветки ломаются, бьют его колотушками. После этого он очень трудно восстанавливается. То же самое и с череншой. Когда ее вырывают просто с корнями и заготавливают. И вот тоже этот момент необходимо урегулировать. На нас сейчас, как на Российский народный фронт, возлагается у населения очень большие надежды. Я вот думаю, что все-таки вот этой деятельностью, вот этот правовой нигилизм, который был в последнее время и имеет еще место быть, мы начинаем преодолевать. Это очень большая проблема, потому что правовой нигилизм, он порождает гражданскую инфантильность. То есть когда граждане говорят, что от нас ничего не зависит, и пусть будет, как и будет. И вот если мы вот и в этих местах, вот таких болевых точках надежды не оправдаем нашего населения, которые обращаются, ну тогда мы мало того, что мы сами себя подведем, но мы подведем нашего лидера. Об этом надо нам, думаю, задуматься. Спасибо. Спасибо, Евгений Витальевич. Спасибо. Кто еще желает выступить? Геннадий Петрович. Евгений Витальевич. Да, да, да. Выступление Евгения Витальевича. Я говорю, у нас на министерстве открыто полностью для конструктива. То есть он, который вопросы озвучил, эти все вопросы знаю, да, в частности по заготовке древесины. Могу сказать четко, с 2015 год всего заготовлено 600 тысяч кубометров. Из них гражданами для собственных 600, ой, 400. Из них арендаторами, которые вы говорите, там на Троицком, 155. Автономное мое учреждение, которое специализировано для собственных нужд заработать, 45. Вот основной у нас заготовка это граждане. У нас в Сибирском федеральном округе мы первые по заготовкам граждан. По 100 кубовикам. Да, это 100 кубовики и дрова. Вот здесь сейчас по Хабаровску кричали по дровам. У нас этот вопрос решен, но здесь палка о двух концах. В одном случае мы говорим, не заходим в лес и там нельзя вести рубку. В другом случае у нас, вы знаете, Чоя, Турачак, все кругом лесом. Я говорю, альтернативы другой нет. Если раньше были колхозы, совхозы, все люди там зарабатывали. Сейчас только остался лес. Если будет другая альтернатива, они в лес не пойдут. И шишки также собирать. То есть даже если мы уже разговаривали о лимитировании, да, колбы, шишек. Вопрос в том, в этом году шишки 2000 доходили, да, и все, кому не лень, шли. Контроль за этим нельзя. Я говорю, это пока вот, то есть альтернатива, если будет у граждан зарабатывать, тогда они в лес не пойдут за этим шишкам. То есть здесь, в которых вы озвучили, комплекс вопросов есть. Если надо, давайте отдельно соберемся на министерство. По каждому у меня есть плюсы, минусы. И какие предложения есть у вас, да, будем реализовывать. Момент в том, что есть традиционная природа пользования, а есть коммерческое использование. И вот здесь очень как бы тонкая грань. И есть обращение, когда вот под видом, опять же, лесопользования вырубается в черте села. Допустим, вот я вам предлагаю вот далеко не ходить. В Паспаул съездим и посмотрим, что там делается в черте села. Конкретно лесники выписывают там деляны. Работают бригады чьи? Лесников, по большому счету. Мы-то живем же в нашей республике, что мы друг друга будем обманывать? В другом. На днях приходили индивидуальные предприниматели, вместе с главой поселения. Говорили, почему вы не выделяете гражданам частных. А у них встала сейчас работа. Я говорю, подождите, вот сейчас где-то после восьмого будем совещание проводить как раз по этим вопросам всем. Поэтому вопросов много, проблем много. Еще одна реплика. Если у нас столько много заготавливается социальной древесины на постройки, то где у нас эти новостройки? Да, тоже вопрос. Анализ проведения. Я вот об этом и говорю. То, что мы льготные выделяем многодетным семьям на ремонты, на прочие все эти моменты. А где у нас новостройки? Можно, да? Уважаемые, ну вот как бы в продолжение вот этой полемики, я думаю, правильно. Давайте мы сейчас договоримся, что по заготовке ореха, по заготовке черемши, лекарственно-технического сырья, ягод там и всего прочего, давайте проведем отдельно, отдельно, подробно, как говорится, и придем к чему-то с приглашением прокуратуры, природно-охранной прокуратуры и так далее. Но я еще хотел вот ваше внимание заострить еще на каком вопросе. Конечно, горный Алтай это уникальный уголок, его часто сравнивают со второй Швейцарией. Я думаю, что она не вторая Швейцария, а по первозданности, пожалуй, это красивейший уголок нашей России. Вот и от нас с вами сейчас зависит, в каком виде мы передадим своим потомкам. Вот предки нам передали в таком виде. Я предлагаю, может быть, Анатолий Евгеньевич нам что-то подскажет. У нас есть уникальное озеро, вот сегодня про Байкал много говорили, а у нас не менее уникальное Телецкое озеро, и оно после Байкала по объему второй резервуар нашей страны по пресной воде, значит, по размерам. И вот летом сотни катеров, моторных лодок бороздят это озеро и, ну так будем говоря, загрязняют. Я знаю, может быть, вот я знаю, что есть такие примеры на Западе, в некоторых озерах запрещено использовать жидкое топливо для двигателей, значит, и с тем, чтобы сохранить природу, сохранить вот этот уникальный водоем. Может быть, и у нас есть такая возможность через какое-то время, вот, например, сегодня решим и дадим срок, ну, через пять лет, например, запретить использование вот таких лодок. Пусть они будут какие-то, значит, другие виды, скажем, двигателей используются там, аккумулятором. Ну, я знаю, что в Австрии, по-моему, где-то есть такое вот. Знаете, далеко ходить не нужно. Такое озеро было в советские времена, озеро Сорочелек Тиргизии. Заповедная зона, охраняемая ЮНЕСКО. Вот, может быть, через это надо идти тогда? Может быть, да. А почему тогда там разрешено? Может, особый статус может быть? Надо посмотреть. Может быть, там еще особый статус ЮНЕСКО есть. Хорошо. Все. Да, да. Уважаемые участники совещания, ну, я как представитель Турочакского района прежде всего хочу сказать, что нам на таких площадках необходима и уникальность площадки Народного фронта в том, что все представители власти и, самое главное, общественности, и представители именно сел наших отдаленных, лесных, которые живут на побережье каких-то рек, они здесь могут встретиться и заявить о тех проблемах. И наша задача выработать такую линию поведения, чтобы мы все конструктивно работали, понимаете, не обвиняли друг друга в взаимности, кто виноват, кто там где-то что-то сделал, кто не сделал. Особенно хочу предостеречь использование этой площадки в политических целях, вот, личной амбиции, заявить, то есть, только о себе. И тогда мы вместе сделаем, сдвинем какую-то проблему. По-другому здесь выхода никакого нет. Вот это основная мысль, и именно заявить о том на федеральном уровне. Потому что мы сегодня сколько бы ни говорили, да, о действиях местных властей и прочее, сами признаем, что упираемся в федеральное законодательство. У нас ряд кодексов федерального уровня, они зачастую противоречат, не соответствуют, не сходятся. Это закон о коренных малочисленных, это лесной кодекс, это земельный кодекс. Понимаете, законы хорошие, но каждый, когда начинаешь на деле их применять, они не могут на месте работать именно в той сфере, как ради того, ради чего они задумывались, для блага народа. Вот, прежде всего, я вот хотел бы, чтобы это прозвучало, как основная мысль, то есть конструктивный диалог всех ветвей, и сегодня очень удобно есть площадка, это общероссийский народный фронт. Надо ее использовать. Спасибо. Кто еще? Ну, да, Сергей Николаевич, можно перед последним словом еще пару фраз? Хотелось бы сказать, сегодня, да, идет тематика на нашей площадке все-таки защиты лесов, но сегодня по тем площадкам, которые состоялись, мы видим это еще и защита воды. И, конечно же, хотелось сказать, сегодня и берега нашей любимой Катуни, и Телецкого озера застраиваются турбазами, то есть здесь необходимо тоже навердение порядка, потому что это завтрашний день, когда просто в этом необходимо будет наводить порядок. То есть это и постройка очистных сооружений, о чем сегодня говорили по Байкалу. Над этим надо задумываться и закладывать уже в определенные бюджеты, в том числе и муниципальных, и республиканских, чтобы притворять это в жизнь. Сегодня действительно мы богаты только нашим воздухом, так скажем, нашей водой, и об этом надо сегодня задумываться. Спасибо. Спасибо. Можно? Можно? Во-первых, я хотел бы всех поблагодарить за активное участие. Что касается проблем, знаете, лесной водный кодекс, земельный кодекс. Ну, когда я принимался лесной, я помню совершенно четко, потому что тогда я работал в общественной палате первого созыва, как говорят, и был заместителем представителя комиссии по экологической безопасности. У нас очень много было вопросов, но почему-то Минприрода вообще не смотрела ни на какие пожелания, предложения, вот она продавливала свой вариант лесного кодекса. И понятно, что он хромает. И сейчас у нас практически на всех совещаниях ставится вопрос, что надо вносить изменения в лесной кодекс. Это вот в первую очередь. Водный кодекс тоже имеет свои проблемы. Потом, с чем мы сталкиваемся? Это с землесельхозного значения, да, и лесные угодья. Здесь надо в соответствии привести одно с другим. И потом я уж не говорю о том парковые зоны, скверы в городах и селах. Здесь тоже законодательство. И федеральное требует изменения, но и региональные тоже законы. Законы должны регулировать это более четко, более жестко. Народный фронт всем, конечно, сразу заниматься не может, но, тем не менее, мы ведем достаточно активную работу. И вот что касается, скажем, лесной темы, то мы будем выходить с предложениями и с законопроектами. Вот, скажем, первый законопроект, который мы внесли сами от себя, от Народного фронта, это лесозащитная полоса, вот 70 километров, о чем я сегодня говорил, о чем мы говорили в Иркутске, Москва и Подмосковье. Но я думаю, что вообще на следующем этапе мы должны будем распространить на города-миллионники, а потом пойдем и дальше. Вот, так что давайте налаживать взаимодействие, мы, естественно, открыты, открыты, в контакте, и будем работать вместе. Спасибо. Спасибо, Анатолий Евгеньевич. На этом мы завершаем нашу рабочую конференцию. Всем спасибо за участие. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok